Добрый вечер, коллеги! Сегодня мы продолжаем наш цикл лекций, которые мы назвали достаточно традиционно Бердяевские среды, поскольку сегодня среда и мы вспоминаем в очередной раз Николая Александровича Бердяева и юбилей, который скоро у нас ожидается. И сегодня у нас в гостях Виктория Кравченко, доктор философских наук, которая является общепризнанным, я бы так сказал, специалистом по русской религиозной мистике и мистическим философским школам. И она звучит как Бердяев, русский мистический философ. Милости просим. Спасибо, спасибо, Виктор Петрович. Еще раз добрый вечер. Я хочу сразу объяснить название, да, ну то, что русский для нас это очевидно, но на самом деле на Западе его уже как бы причисляют, ну если не к французским, да, то во всяком случае к западноевропейским. Я подчеркиваю, что это русский философ, у которого всегда были и оставались русские темы, менталитет у него был исключительно русский, а кроме этого он явился одним из представителей того, что я определяю как русская мистическая философия. Первая статья у меня по именно русской мистической философии вышла в философском полилоге в Санкт-Петербургском университете. У нас там есть международный центр изучения русской философии и культуры, вот и журнал этого международного центра «Философский полилог», и в 22-м году в первом номере у меня как раз вышла статья, которая знаменовала уже вот этот новый подход к формированию в начале, там, конце 19-го и в начале 20-го века особого направления русской мистической философии. Это было обосновано мной еще в моей первой докторской диссертации, которую я защищала в Санкт-Петербурге в 1998 году, еще в прошлом, точнее, вот, и, значит, я уже там обозначила это как другая философия. Но сейчас мы уже можем сказать, так сказать, прямо, что это и есть мистическая философия, и одним из представителей ее является Николай Александрович Бердяев. Хотя Бердяева называют русским экзистенциалистом очень часто, персоналистом и религиозным, конечно, философом, но я настаиваю на своем определении, что он русский мистический философ, и я сейчас попытаюсь это доказать. Русская мистическая философия зародилась как уникальный феномен русской культуры одновременно в России и за рубежом. То есть именно вот этот раскол русского культурного поля на две части после октябрьских событий и привел к тому, что русское зарубежье, как бы отдельный континент, как его называли очень часто, тем не менее, он находился в тесной, теснейшей связи с русским обновленным каким-то менталитетом, более, так сказать, сложным. И тем не менее и в России, и за рубежом в конце 19-го, начале 20-го века сформировалась вот эта русская мистическая философия. Тут нет просто возможности более подробно об этом поговорить. Все, кто захочет, посмотрите мою статью о собственно русской философии, мистической, вот в журнале «Философский полилог». И я обращаю ваше внимание, что это было мировое событие, с одной стороны, национальное достояние русского менталитета и важнейший фактор развития всемирной духовной культуры. Родоначальником русской мистической философии явился Владимир Сергеевич Соловьев, наш, так сказать, гениальный, я прямо скажу, русский философ. Я посвятила ему, конечно, очень много времени в своей жизни, изучая его произведения и написав целый ряд статей и большую монографию, которая называется «Владимир Соловьев и София» 2006 года. И, соответственно, именно там я уже тоже развиваю вот эту вот мистическую линию, выявляя, вычленяя мистическую линию философии самого Владимира Сергеевича. И именно он был тем философом, который ввел в научно-философский оборот понятие мистики. В статье «Мистика, мистицизм» энциклопедического словаря Брагауза и Фрона и в основополагающих теоретических работах именно Владимир Сергеевич Соловьев первый в мировой философии дал определение мистики, исходя из собственной философской системы. Обращаю ваше внимание, и поверьте мне, я просмотрела целый ряд западных энциклопедий, и будучи участницей и членом Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма, который, этот центр существует в Санкт-Петербургском институте Герцена. Здравствуйте, Глеб, здравствуйте, Ёлечка. Вот, и в этом смысле мистика – это русское явление. И когда я пишу на английском языке, мне приходится писать мистика через кей. Почему? Потому что в английском языке есть мистицизм через си, есть м-н-мистик через си, то есть человек-мистик, а слова мистики нет. Потому что только Соловьев обозначил это понятие, и именно он в словаре энциклопедическом Брагауза и Фрона представил вот это свое определение. Кроме явного богослужения, у греков, как и у других народов, существовали сокровенные обряды и поучения, связанные в Греции преимущественно с новыми божествами, носителями культуры Диметрою и Дионисом. Все сюда относившееся называлось та мистика, то есть исходный корень мистики – это греческий термин «тайна». Сам термин «мистика» он непосредственно увязывал с термином «мистерия» через общий корень «мио» – держать закрытым рот, в смысле тщательно хранить священную тайну. Однако в этом первом определении мистики, так сказать, в первоначальном подходе к этому многозначному феномену культуры, Соловьев подчеркнул только происхождение самого термина. Тот историко-культурный контекст, в котором это понятие сформировалось. Я хочу обратить ваше внимание на мою монографию, как говорится, крайнюю, которая называется «Мистика в космосе культуры» 780 стран. И здесь более подробно рассмотрены все обозначенные темы, включая и вот этот историко-культурный контекст. И буквально недавно у нас была международная конференция, и как раз я затронула эту тему, более подробно я здесь рассматриваю, о происхождении философии из пифийской практики. Я сейчас об этом немножко позже скажу. Есть такая версия, не я ее придумала, это там и Плутарх, и Платон, так сказать, и так далее. Эта версия не очень распространена, но она, так скажем, нетривиальна, если говорить о происхождении философии. Так вот, мистика связана с мистерием в греческой культуре, потому что в греческой культуре религия и мистерии были разнесены. И, соответственно, философия смогла соединиться с мистериальным опытом, так сказать, не очень, обращая внимание на религию. Но это отдельная песня. Итак, основные подходы к рассмотрению мистики по Владимиру Соловьеву. Исторические, от мистерий древних цивилизаций. Мистика в переносном смысле, как совокупности явлений и действий, связывающих человека с тайным существом и силами мира. Независимо от условий пространства, времени и физической причинности, так называемая реальная или опытная мистика. Толкование религиозной мистики в христианстве. Мы еще вернемся к этому вопросу. И исследование мистики в аспекте религиозно-философской деятельности. Необходимость введения Соловьевым термина «мистика» немножечко в преамбула к следующему слайду. Философский научный оборот был вызван несколькими обстоятельствами. Первое. В западной философии XIX века не существовало понятия, прямо соединявшего мистический опыт и философское исследование. Известные термины метафизика, теософия, эзотеризм, религиозная философия и так далее, полностью игнорировали или абстрактно интерпретировали непосредственный мистический опыт, который для Соловьева являлся живым и реальным. Сам философ был мистиком. Второе. Именно в древнегреческой культуре Соловьева привлекал не только глубокий интерес к мистическому опыту, который лежал в основе мистерий, но и стремление к постоянному обращению к нему не только в мистериях, но также в предсказаниях, гаданиях, которые были распространены в древнегреческой культуре и так далее. И, наконец, третье. Еще в древнегреческой культуре существовала одна из традиций, в которой истоки, вот об этом я начала уже говорить, истоки самой философии связывались с попытками интерпретации результатов самого мистического опыта. Так, некоторые древнегреческие философы представляли основателем философии бога Аполлона, поскольку прорицания, которые он передавал через пифи в Дельфах, минимально растолковывались с жрецами оракулов. Таким образом, результаты мистических опытов служили методами пробуждения и развития философского мышления у людей, получивших смутные предсказания и требующие рассуждения и интерпретации с применением логики и диалектики. Вот как раз об этом на международной конференции я говорила более подробно о пифях, и если кто-то был на презентации вот этой моей книги, я как раз показывала несколько слайдов с Дельфами, пифями, предсказаниями и так далее. Четвертое, наконец, в классической древнегреческой философии глубоко почитаемый Соловьевым Платон непосредственно связывал философские способности своего учителя Сократа с его мистическим демоном, внутренним голосом знаменитым. Сам Соловьев был призванным мистиком, неоднократно испытавшим разнообразные виды мистических опытов, к тому же в своих произведениях и философских, и художественных, описавшим наиболее значительные из них, ну хотя бы поэма «Три свидания». Как философ он впервые дал четкие определения мистики, так в своей ранней работе «Философские начала цельного знания» он писал, что существует трансцендентный мир, сверхприродный, сверхчеловеческий, мир сам по себе, ну явный платонизм, да, выше человека и внешней природы, другой безусловный божественный мир, бесконечно более действительный, богатый и живой, нежели этот мир кажущихся поверхностных явлений. И такое признание, я цитирую Соловьева, тем естественнее, что сам человек по своему вечному началу принадлежит к тому трансцендентному миру и в высших степенях своей жизни и знания всегда сохранял с ним не только субстанциональную, но и актуальную связь. И согласно Соловьеву, мистика есть прямое, непосредственное отношение нашего духа к трансцендентному миру. Человеческий дух, поскольку он глубинно связан с мировой душой и трансцендентным миром, может иметь к запредельному миру прямое, непосредственное отношение, именно творческое отношение человеческого чувства к этому трансцендентному миру называется мистика. При этом Соловьев различал понятия мистики и мистицизма. Мистицизм есть рефлексия нашего ума на это отношение и образует особое направление философии. Мистика и мистицизм также относятся друг к другу, как, например, эмпирия и эмпиризм. В наших терминах это можно выразить так. Мистика это таинственный процесс и духовные результаты переживания мистического опыта, это яркие чувства, новое знание, понимание и так далее. Мистицизм это та или иная форма интерпретации мистических процессов и их результатов, исходя из той или иной мировоззренческой системы. Мистик не обязательно сам хочет и может изложить результаты своего мистического опыта, то есть он не обязательно принадлежит к той или иной линии мистицизма. С другой стороны, из его мистики может вырасти множество линий мистицизма, и эти линии слабо могут быть соотнесены с самим мистиком, то есть используется просто его опыт. Тот человек, который не обретал мистического опыта, но пытается его исследовать, может быть назван мистицистом, используя термин Александра Ивановича Веденского в известной статье «Мистицизм и критицизм» Владимира Соловьева. Однако, по слову поэта, как чувству высказать себя, другому как понять себя. Поэтому проблемы мистики и мистицизма, безусловно, относятся к вечным и принципиально неразрешимым духовным проблемам человечества. Владимир Соловьев был уникальной личностью и мистиком, и родоначальником особой линии мистицизма в русской духовной культуре, и родоначальником мистической философии. В терминах древнегреческой философии систему Соловьева можно признать результатом философского переосмысления, непосредственно пережитого им мистического опыта, который он описал, хотя бы описывая три свидания в своей поэме. В традициях сократовской духовной практики, а также его теоретического оформления в русле наследия Платона. После ухода Соловьева целый ряд русских религиозных философов, обретая собственный мистический опыт, я настаиваю на этом, пытались создавать или развивать те или иные направления, формировавшиеся русской мистической философии. И самобытная теоретическая философия Соловьева и его софиология, как ядро русской мистической философии, были творчески развиты в оригинальных мистико-философских концепциях целой плеяды русских философов конца XIX-начала XX века. Это Николай Александрович Бердяев, Павел Александрович Флоренский, Сергей Николаевич Булгаков, отцы Русской Православной Церкви, Николай Ануфрич Лостый, Лев Платоныч Корсавин, Василий Васильевич Розанов, Семен Людвигович Франк и так далее. На самом деле, таким образом, в начале XX века в русской философской мысли можно явственно очертить тенденцию формирования особой, как я ее сначала называла, другой, а конкретно мистической философии, как оригинального русского вклада в мировой процесс становления творческого мышления. Когда-то я читала лекции в Финляндии, и у меня называлась лекция «Основные направления русской философии», и финны так удивлялись, они говорят, как, а что, в России какая-то особенная философия? То есть немецкая философия, французская философия, это нормально, английская, а что у русских, то есть это все равно как бы румынская. То есть я доказывала им, что у нас таки оригинальная философия, и у нас таки есть Владимир Сергеевич Соловьев, и у нас таки есть Славянофил, ну и так далее. И тогда я начинала со Славянофила, я начинала на самом деле с Любомудро, ну и так далее. То есть вот уже вот эта линия, она совершенно оригинальная, и, конечно, для того, чтобы ее понять, осознать, воспринять, нужно менять какие-то мировоззренческие основы, и нужно воспринимать новые понятия, новые какие-то тенденции и так далее. Сложность однозначного отнесения русских философов к собственной мистической философской линии состояла в том, что они в своих исканиях примыкали или относились исследователями к основным линиям мировой философии. Например, к экзистенциализму относили Бердяева и Сергея Николаевича Булгакова, к интуитивизму Франка Трубецкого и Николая Нуфрича Лосского, к православно-философской традиции Флоренского и Владимира Николаевича Лосского и так далее. И разобраться, конечно, во всех этих хитросмешениях очень сложно. В нашем исследовании мы выявляем четкие критерии, позволяющие нам характеризовать того или иного философа именно как мистического. Каким образом? Вот, пожалуйста, два критерия. По наличию у него мистического опыта и по направленности и сущности его философских исканий. И в этом смысле, наконец-то, мы обращаемся к нашему главному герою. Творчество Николая Александровича Бердяева является уникальным и в русской, и в мировой философии, поскольку он создал подробные самоотчеты, описания всех этапов своего духовного развития в максимально возможно четких философских терминах и определениях. Его ключевое произведение «Самопознание» – это ценнейший источник, раскрывающий его личную мистику и основы его философии. Вы видите обложку первого издания «Самопознание». Книга была опубликована в 1949 году, сразу после ухода философа в 1948 году. Это итог его жизни, открытый, честный, максимально честный. Это уникальное явление для философской литературы. Конечно, есть целый ряд там откровений и исповедь августа, ну и так далее, и так далее. Но вот настолько предельно аналитическое по отношению к себе, к своему характеру, к своей личности, совершенно уникальный документ. Я покажу еще первое издание, которое выходило в МК «Пресс». И именно в этом издании выходили его основные работы. «Философия свободного духа» в двух частях выходила в первом издании, в 1927 и 1928 году еще, за 20 лет до ухода философа. И еще одна важнейшая работа «Дух и реальность», опять основы богочеловеческой духовности, это первое издание 1937 года. То есть это зрелые работы, на которые я буду опираться. То есть никаких придумок, просто берем его тексты и читаем то, что в них написано. Больше ничего, как у нас говорил физик, с карандашиком берем и читаем классику. Все. Итак, исходный момент для нашего рассмотрения. Пережил ли Бердяев мистический опыт? Молодой человек, прекрасный. По свидетельству философа, в юности он пережил целый ряд откровений и озарений. В самопознании, в своей философской автобиографии, размышляя о тоске, описывал это чувство как необычайно глубокое и трансцендентное. Я переживал очень острую тоску ночи, переживал ужас этой тоски. Во время ночи я чувствовал присутствие кого-то постороннего. Вот это ощущение присутствия кого-то постороннего сопровождало его довольно часто. Но Бердяев, несмотря на распространенное в его время увлечение психологическими опытами и психологическими сочинениями Уильяма Джеймса, автора знаменитой работы «Многообразие религиозного опыта», не считал Бердяев нужным объяснять свои мистические переживания психологическими феноменами, тем более психопатологиями. Он стремился оставаться в рамках философского исследования, и мистику он рассматривал как притяжение трансцендентного и действия трансцендентного. И далее он писал тоже в самопознании, мы гуляем в деревне, в лесу или в поле, нас четверо, но я чувствую, что есть пятый, и не знаю, кто пятый, не могу досчитаться. Современная психопатология объясняет это явление подсознательным, но это мало объясняет и ничего не разрешает. Я твердо убежден, что в человеческой жизни есть трансцендентное, есть притяжение трансцендентного и действие трансцендентного. Подобные мистические переживания постепенно формировали у молодого философа то, что можно назвать мистическим миросозерцанием. В важнейшей работе для понимания его духовно-философской сути и его пути, он подчеркивал основополагающий характер мистического опыта для его философского творчества. В самопознании мы читаем, «Меня интересовало выразить себя и крикнуть миру то, что мне открывает внутренний голос, как истину». Между мгновением моей юности, когда во мне произошел переборот, и нынешним мгновением моей жизни я не вижу планомерного развития. Я скорее вижу ряд озарений, ряд кризисов, определяемых интуициями, ряд пережитых по-новому, в новом свете старых интуиций. Поэтому ценное, заключающееся в прошлом, я могу пережить сейчас, как вечное настоящее. Бердяев не сразу признал в своих откровениях и озарениях, пережитых уже с юности, собственно, мистические опыты. В ранней юности Бердяев непосредственно столкнулся с темной стороной мистицизма, прямо обращенного к оккультизму, что произвело на него отталкивающее впечатление. Возможно, потому его дальнейшие исследования мистики и мистицизма отличались достаточно осторожными формулировками. Да и сам термин «мистика» и «мистицизм» он употреблял только в случаях крайней необходимости, хотя внутренний смысл таинственных явлений, понятий или отношений улавливал прямо и непосредственно. В своей духовной автобиографии о ранних годах в Киеве, я напоминаю, он родился в Киеве, он вспоминал, «В семье брата я рано столкнулся с явлениями оккультизма, которым был в решительной оппозиции. Мой брат иногда впадал в трансы, начинал говорить рифмованно, нередко на непонятном языке». Вот вам пихи, пожалуйста, да, какая параллель. «Делался медиумом, через которого происходило сообщение с миром индусских махат». Ну, это привет, как говорится, Елене Петровне и Блаватске. «Однажды через брата, находившегося в состоянии транса, махатма сказал обо мне, он будет знаменит в Европе вашей старой». Эта атмосфера действовала на меня отрицательно, и я боролся против нее, но атмосфера была напряженной, были напряженные духовные интересы. Позже в Москве и Петербурге он наблюдал целый ряд оккультных течений, против которых, как и в юности у него, было глубокое предубеждение. То есть вот она, определенная тема, уже готовая, так сказать, для диссертации, может, даже не кандидатская, а уже докторская. Потому что на самом деле это очень сложный вопрос. По поводу оккультизма Бердияв писал, «Я не могу признать всю сферу оккультных явлений шарлатанством или самообманом. Не могу объяснить эти явления исключительно психопатологией. Я допускаю существование оккультных сил в человеке и оккультных явлений, еще не исследованных научно». В значительной степени отойдя от догматической христианской религии, но не признав позитивизма, пройдя через увлечение философии Фихте, Кантом, Шопенгауэром, Толстым и марксизмом, Бердияв искал свой путь, на котором бы гармонично сочетались результаты мистического опыта, религиозной веры и философское творчество». Бердияв писал, «В юности мое отталкивание, а иногда и прямая вражда к академизму и к профессорскому духу, связаны еще с тем, что я был революционером. Позже это усилилось еще от того, что я, подчеркиваю, сознал себя мистиком». То есть ничего не надо придумывать. Человек проводит глубочайший самоанализ, и он, наконец-то, находит это слово, и он это слово применяет, и он определяет себя так, как он считает нужным. При этом сами термины «мистика» и «мистицизм» долго не принимались, он обыгрывал эти понятия с помощью множества философских терминов, и у него до сих пор, если вы увидите, еще советские издания, там и «Метафизика», там, так сказать, все это. И когда он писал о Достоевском, например, большую работу, вы знаете, да, у него там была «Метафизика», и Достоевского он признавал величайшим русским «Метафизиком», и под «Метафизическим духом» других великих русских писателей он тоже, так сказать, все-таки прослеживал вот эту «Мистическую линию». Он исследовал «Мистическую религию» в противопоставлении с позитивной наукой, однако, в конце концов, мистицизм он назвал конкретным идеализмом или антологическим реализмом, исследуя воззрение славянофилов. Мы сегодня с полным основанием можем назвать славянофилов Алексея Степановича Хомякова, Ивана Васильевича Киреевского первыми подлинно русскими мистиками, разрабатывавшими уникальную и чрезвычайно актуальную сегодня концепцию живознания. Я напоминаю, у Бердяева есть специальная работа, посвященная Алексею Степановичу Хомякову, и Бердяев писал, что славянофилы дали острую критику отвлеченного идеализма и рационализма Гегеля, что вело к мистическому восполнению разума европейской философии, потерявшего живое бытие. В работе «Философия свободного духа» и в последующих работах Бердяев детально и последовательно рассматривает мистику, уже не уходя от крамольного термина, а помещая его во главу угла исследования индивидуума личности, духовного пути, свободы, религии, творчества. Для понимания философского становления Бердяева важно рассмотреть и проблему влияния на него философов прошлого. Понятно, что Соловьев был одной из главных фигур для Бердяева, но при этом русский философ обладал феноменальной эрудицией Бердяев и исследовал мистику и мистицизм самых различных философов. Так, откровения Бердяева и особые переживания им тоски можно прямо сопоставить с мистическим опытом мастера Экхарда, с его переживанием «Готхайт великого ничто». И это не случайно, поскольку произведение немецкого мистика Бердяев изучал очень внимательно и, соответственно, на немецком языке. Вот эта книга «Духовные проповеди рассуждения» он исследовал еще и русский перевод. Это мы знаем, да, известное издательство, «Мусагет». На самом деле, значит, мы знаем, что это было организовано Сабашниковыми, да, и переведено было ими. И эта книга была очень популярна в кругах русской интеллигенции начала XX века. И Бердяев не для себя, а для именно читающей публики ссылается именно на это издание, комментируя его особо важные фрагменты. Как философ он мог не только сравнить, но и проанализировать общее и различное в собственных мистических переживаниях и в религиозной мистике Экхарда. Однако особое внимание Бердяева привлекал оригинальный мистик Якоб Беме. Я напоминаю, что Якоб Беме был обычным сапожником, простым человеком, жил в маленьком городе Герлиц. Но он прославился на весь мир своими мистическими сочинениями, одно из которых Аврора или утренняя звезда восхождения было чрезвычайно популярно и на Западе, и в переводе уже потом на русский язык, и в среде интеллигенции. Причем Аврора была известна уже с XVIII века, кстати, первые издания были, ну, они такие сокращенные были, а вот в XIX веке было уже такое более обширное такое здание. Вот, и обращаю ваше внимание, что Степон Федор, который дружил с Бердяевым во Франции, вспоминал, что в кабинетике Бердяева в Кламаре на стенах этого маленького кабинетика висело четыре изображения Бемы разных. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Бердяев видел в Беме визионера, который говорит мифами и символами, постоянно живя в духовном мире. Чем для него был интересен Беме? Он не был философом, он был чистым мистиком, но он умел это высказывать, ну, вот, мифологически, символически, да, и, тем не менее, Бердяев находил очень много общего, и он писал, ему открывается то, что лежит глубже того мира объектов, с которым имеет дело интеллект со своими понятиями. Вместе с тем Беме насыщен Библией, и Беме вводит еще один термин, он грунт, ничто, да, у, есть ничто, да, у маэстера Экхарта, и ничто у Беме. И, как подчеркивает Бердяев, это главный мистический образ Беме, который невозможно истолковать на языке теологии и метафизики. Вот он, водораздел, да, начинается, вот она мистика, которая не подпадает ни в теологии, ни к философии чистой, к метафизике, а он грунт можно лишь апофатическое мышление, ну, как в нашем богословии, да, не это и не то и так далее. Он грунт не есть бытие, вот это очень важная мысль, мы сейчас ее немножко дальше продолжим. Этот он грунт первичнее и глубже бытия. Он грунт есть ничто по сравнению со всяким что-то в бытии. Это великое ничто, которое Бердяев обнаруживает у германских мистиков, Готхайт у Экхарта, ун грунт у Беме, вот подлинный исток мистического опыта, а не мистериальные или религиозные откровения, которые в мистическом плане являются вторичными для него. И здесь он уже отходит от Соловьева. Он уже выходит на свою мистическую линию. Для Бердяева важно то, что Беме преодолевает границы греческой мысли, греческий интеллектуализм и интеллектуалистическую антологию. Русский философ видит в Беме величайшего из мистиков гностического типа всех времен. По мысли Бердяева, у Бема есть сильные прививки Каббалы, он не неоплатоник. Для него это тоже очень важно. Таким образом, Соловьевская трактовка мистики, восходившая к древнегреческим истокам, в первую очередь, к мистериальному опыту и сократовско-платоновским интуициям, была преодолена Бердяевым. Он видел исток мистики в добытийном, предонтологическом состоянии, в том ничто, в которое способна проникать только мистика. А философия и религия способны только символически обозначать. Видимо, не случайно, параллельно с освоением немецкой мистики у Бердяева, в западной науке начала 20 века формировалась новая космология. Я напоминаю, да? И во многом, кстати, благодаря русскому физику Георгию Гамову. Согласно его представлениям, наша Вселенная родилась в результате Большого взрыва из нематериальной точки сингулярности, которая до появления Вселенной как-то существовала вне времени, пространства и каких бы то ни было материальных объектов. В терминах современной физики до появления Вселенной, 14 миллиардов лет тому назад, вечно существовал как-то, еще раз, да, не бытийно, а как-то, вакуум или ничто. Правда, в древнегреческой философии наряду с понятием бытие, онтас, уже существовало понятие меон, ничто. Но только германские мистики по мысли Бердяева обозначили возможность и важность мистического постижения «Онгрунт» и «Готхайм». И здесь находит мистическое обоснование одна из наиболее заветных философских проблем Бердяева, проблема свободы. «Онгрунт» глубже Бога, вернее всего, истолковать «Онгрунт» как первичную, добытийственную свободу. Свобода первичнее бытия, свобода не сотворена. Но мне, правда, это напоминает из греческой мифологии происхождение богини Афродиты, которая, да, а еще лучше Эрос, да, который по Гесиоду появился еще до богов и людей. А здесь свобода. К сожалению, в настоящий момент нет возможности подробно рассматривать проблему свободы в аспекте мистических постижений Бердяева, однако центральные для философа понятия свободы, творчества, сущности человека безусловно исходили из мистического мировидения Бердяева. Завершая предельно краткий обзор теоретических источников мистической философии Бердяева, нельзя не обратить внимание на широчайший диапазон исследованной им литературой по истории, культурологии, религиоведения, у психологии, философии, мистики, но Бердяев не был исключительно книжным мыслителем. Он всегда находился в центре духовных исканий своего времени, при этом, ни всякого сомнения, и в значительной степени не направлял духовно-религиозные поиски интеллектуалов в начало XX века, будучи сотрудником философских журналов, путь, например, общественно-политических изданий, вехи из глубины, мощных международных движений, как Инка, и так далее. Необходимо добавить, что в период собственных духовных исканий Бердяев также интересовался и русским мистическим сектанством, отмечая в нем отражение особого склада русской национальной души. Вот сегодня очень много говорят о культурном коде, о менталитете и так далее, и так далее. Вот это то, что как бы заметил Бердяев и отмечал в русском сектанстве отражение особого склада русской национальной души с ее верой в чудо, тягой к таинственному, мистическим отношениям и к природному миру. И писал дальше о наличии сильного природно-языческого элемента, который относится то к вечности и к иному миру, то к будущему к этому миру. Смотри специальную работу Бердяева «Истоки и традиции русского коммунизма». Теперь перейдем к краткому обзору мистической философии Бердяева. Обозначим только некоторые важнейшие моменты. В зрелых работах философия свободного духа, дух и реальность Бердяев дает разносторонний и глубокий анализ мистики с необыкновенной силой, проникновенностью и ясностью. Он пишет, нужно настойчиво утверждать, что мистика не есть субъективное состояние. До сих пор многие считают, что вот мистик в мистическом опыте, он сам по себе, но это такие индийские представления. Она есть выход из самой противоположности между субъективным и объективным. Мистик не есть субъективная романтика. Мистика не есть мечтательные и субъективные переживания. Мистика в высшей степени реалистична, трезва в распознании и раскрытии реальностей. Настоящий мистик лишь тот, кто видит реальности и отличает их от фантазмов. Одна из центральных мыслей Бердяева мистика это особая духовная реальность. В своих работах предыдущей моей монографии симфония человеческой культуры я ее сегодня не принесла я как раз рассматриваю виртуальные миры как духовные реальности. В мистике нет объективирования. Мистика Бердяев продолжает освобождает от природного и исторического мира как внешнего для меня и вбирает весь материально-природный и исторический процесс в духе в мистическом пути угасает весь внешний предметный объективированный мир и все раскрывается лишь внутри духовного и божественного мира. Все-таки он от Соловьева не уходит. В отличие от западной науки которая стремится материализовать вот кстати недавно наблюдатель по культуре обсуждали спиритизм и вспоминали как как раз в этом же 19 в начале 20 века пытались так значит объяснить научно спиритические сеансы. Это чисто западный подход к тому направлению которое еще критиковала Елена Петровна Блаватская как современная форма оккультизма. То есть к мистицизму это не имеет отношения. Бердяев отмечает что у мистики сформирован свой язык особый язык мистики не оперирование точными понятиями а обращение к символам мифам которые наиболее полно передают результаты мистического опыта от мистиков к не мистикам задача профессионального философа здесь возникает перевести мистические образы символы и мифы на язык более или менее устойчивых философских категорий понятий концепций и теорий мистика всегда говорит языком парадоксальным антиномическим для мистики одновременно существуют и тождества между тварью и творцом и пропасть между ними мистика также не вмещается в рамки панэнтеистического монизма я студентам объясняла чем отличается пантеизм от панэнтеизма то есть если в пантеизме бог есть все и все есть бог то в панэнтеизме все есть бог но бог не есть все он больше вот поэтому и мистика даже не вмещается и в рамки теоретического дуализма иначе говоря в мистике нет безоговорочного слияния человека и бога то есть в мистическом переживании по мысли Бердяева сам мистик ощущает духовное слияние с высшим но при этом он остается отдельной переживающей личностью также и в отличие от религии в мистике нет категорического противопоставления человеческого и божественного как правило в религии подчеркивается бездна лежащая между высшим божеством и земным рабом божьим человеком сущность мистики по Бердяеву с позиции самого глубокого и существенного ее определение состоит в том что мистика есть преодоление тварности в мистическом опыте нет более непреодолимого дуализма сверхъестественного и естественного божественного и тварного в нем естественное становится сверхъестественным творение обоживается но преодоление тварности совершенное соединение с Богом не означает исчезновение человека и различия двух природ при этом Бердяев подчеркивает категорическое отличие мистики от магии мистика есть общение с Богом а магия общение с духами природы у меня очень подробно вот в первой части точнее во втором разделе там где я рассматриваю шаманскую мистику и там как раз вот работа с духами природы с низшими энергиями вот это не мистика настоящая это подход к мистике это такой водораздел магии мистика и так далее мистика и сфера свободы а магия сферы необходимости мистика отрешенная созерцательна а магия активна и завоевательна мистика прямо соотносится с последней тайной бытия а магия никогда не углубляется до божественной основы мира и учит о скрытых силах природы человека и мира вот почувствуйте разницу таким образом по Бердяеву мистический опыт и есть предельное духовное освобождение от магии природного мира поскольку мистику часто ошибочно отождествляют с магией существует два типа ложной мистики мистика натуралистическая и мистика в кавычках психологическая мистика природы и мистика души оба этих типа не доходят до подлинной глубины мистического опыта в них остается замкнутость природного и душевного мира подлинная мистика есть мистика духовная в ней преодолевается ложный магизм и ложный психологизм духовная жизнь шире по своему объему вот то понятие духовности мы помним в 90-х годах носились с этим понятием духовность никто не знал что это такое никто не мог определить нормально так сказать что же это на самом деле но это было очень популярное такое понятие а у Николая Александровича все очень четко есть духовная жизнь она шире по объему в нее может включаться и философия и религия и культура духовная и имеется в виду художественная и так далее но мистикой может быть названа лишь глубина и высота духовной жизни на этой глубине и на этой высоте человек прикасается к последней тайне Бердяев уделяет особое внимание понятию духовности различию между мистикой и духовностью он подчеркивает что мистика появляется лишь в глубине духовного опыта когда человек соприкасается с Богом и выходит из границ природного и душевного мира человеку не испытавшему мистический опыт трудно определить глубину и высоту так дайвер погружаясь на приличную для обычного человека глубину в океане может только себе представить невероятную голубую многокилометровую бездну есть очень хороший фильм голубая бездна которая ему в принципе недоступна а мистик в своем мистическом опыте не нуждается в акваланге и постигает беспредельные глубины и бездны не как наблюдатель или холодный исследователь но как существо сопричастное истокам того бытия которое изначально породило все бездны и глубины и высоты и все в них однако Бердяев категорически возражал против того чтобы придавать мистики индивидуалистический характер мистика есть преодоление индивидуализма и выход из индивидуалистического состояния мистика есть глубина и вершина духовной жизни есть особого рода качествование духовной жизни мистика интимно сокровенно но не индивидуалистично потому что прикасаясь к корням уже не бытия вот этого истока бытия человек он остается все-таки как-то личностью это тайна глубочайшая но тем не менее он не одинок он прикасается к истокам всего логика понятна если мистика имеет отношение к последней тайне к ничто то в нем изначально не было не то что людей но вообще ничего материального Бердяев раскрывает одну из важнейших сторон мистической тайны встречность движения человека и бога очень многие вот на протяжении многих лет вот я слышу как вот человек и бог да вот это взаимоотношение и почему-то они сводят это к возрожденческому ренессансному гуманизму да вот там человек возвышается до уровня бога творец и так далее ничего подобного с точки зрения Бердяева тайно притягивает человека к себе раскрывается возможность вживания в нее и общение с ней лик божий обращен к тварному миру как тайна и увидеть лик божий мы можем лишь как тайну мистика основана на допущении внутреннего родства близости общности между человеческим духом и божьим духом между творением и творцом на преодолении трансцендентного разрыва и вне положенности и здесь возникает важнейшая проблема Бердяев подчеркивает неразрывную связь мистики с религией но одновременно и категорическое различие между ними Бердяев представляет и подробно анализирует еще одно коренное определение мистики мистика есть эзотерика религии мы в нашей ассоциации этих эзотеристов и мистиков все время сражаемся по поводу того как соотносятся эзотерика и мистика да вот у Бердяева есть свое определение да можно с ним согласиться не согласиться но оно есть эзотерика религии мистика сокровенная религия должна существовать для всех а мистика аристократична гетерономные и экзотерические элементы религии вырождаются и в религиозной жизни начинает иссякать дух тогда необходимо обратиться к мистике к более сокровенному и эзотерическому в религиозной жизни первое исток при этом отмечал Бердяев мистика может быть и безрелигиозной сближаясь с оккультизмом являясь по его словам выражением хаоса прикрытием нижней а не верхней бездны мистика может быть основана на смешении духовного с душевным и даже с телесным мистика может быть аргеостичной ну тантра знаменитая причем не только в древности но и в современной жизни когда духовное порабощено душевным и даже телесным напомним что уже середины 19 века и в течение всего 20-го были широко распространены лжемистические переживания и Бердяев подчеркнул мистика есть великая проблематика в христианском мире где начинается мистика там кончается сфера догматической ясности общей обязательности и очень сложные отношения между мистикой и церковью Бердяев показывает разницу между православной мистикой и католической христианством православная мистика истержания благодати духа святого есть мистика духа святого в ней преображается и просветляется обоживается человеческая природа изнутри помним одно из определений мистики это преодоление тварности это обоживание мистика сердце как центра духовной жизни ум должен положить сердце и так далее достигается духовная целостность православная мистика обращена к преображению твари предполагает суровый аскетический подвиг героическую борьбу против ветхого адама но православная мистика белая светлая радостная ей открывается тайна божьего творения благодать духа стяжается через смирение а не страдания в различных религиях интерпретация мистики раскрытие различных сторон происходит по-разному так в отличие от католической мистики значит православной как мы видим самый главный момент это обожжение вершиной православной мистики явно для Бердяева является так называемая умная молитва или умное делание в традиции аскетической практики русского монашества и старчества умное делание предполагает концентрацию духовных усилий молчание смирение это форма эсихазма как мы знаем трезвение и противодействие недостойным помыслам главная форма аскетического делания неприставное повторение молитвы Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешного ум и сердце как основные части души должны полностью подчиниться Богу Христос входит в сердце изменяет человеческую природу и тогда даже тело превращается в обитель Святого Духа ну начало братьев Карамазовых у Федора Михайловича Достоевского начинается с того что умерший святой значит и все монахи ждут запахнет или не запахнет то есть святой он обожился он или не обожился и так в основе православной мистики лежит идея Теозиса обожжение человека и великой любви к нему в противоположности этому католическая мистика по мысли Бердяева есть подражание Христу в католической мистике в жизни католических святых есть упоение страданием и жертвой доходящее нередко до самоистязания в католической мистике очень существенно жертва соучастие в деле искупления через человеческое страдание через сверхдолжные заслуги как известно в католичестве признаются стигматы да ну это такие психологические все-таки явления да согласитесь то есть болезненные кровоточащие раны которые открываются у фанатических верующих на тех участках тела как бы да на которых располагались раны Христа при его распятии в православии повторяю этого нет а в католичестве есть страдания это кадр это кадр из фильма знаменитого актера и режиссера Мэла Гибсона «Страсти Христовы» 2004 года с Джеймсом Кевизелом и Моникой Белучи рассказ о последних 12 часах жизни Христа потрясает сценами жестоких истязаний очень большие были претензии даже со стороны католической церкви к Мэлу Гибсону и тем не менее этот фильм получил очень высокие оценки там на Западе и так далее сцены жестоких истязаний мучений страданий вот этот вот Джеймс Кевизел игравший Христа был госпитализирован после съемок с серьезными травмами от побоев хлыстом все было в настоящем понимаете с вывихом плеча потому что крест весил 70 килограммов а также с кровоподтеками и последствиями от удара молнии так случилось когда он был а он реально был распят как бы на Христе ударила молния ну можно посчитать что это знак Божий вот в католической мистике более разработан путь человека путь его восхождения путь этот очень организован дисциплинирован три стадии виа пургатива путь очищения виа иллюмината путь озарения просветления и виа унитива путь уединения а главное у католиков в отличие от православных в мистической жизни неизбежно прохождение через то что святой Иоанн Креста называет ну и да обскура ночь чувств ночь разума умирание для мира опять ночь да вот как у мастера Эккорта как у Бемы конечно здесь мы можем возразить Николай Николай Александрович Бердяев уже с нашей стороны вспомнив выдающегося богословая просветителя 18 века святителя Тихона Задонского который в течение долгих лет боролся с жесточайшими приступами уныния тоски и похондрии и ночи то есть у наших святых у наших тоже были свои нюансы да он погружался в эту тоску в болезнь можно сказать во мрак как и святой Иоанн Креста не случайно святителя Тихона называли российским златоустом и победителем тоски потому что после усердных молитв и терпеливого ожидания он себя не истязал у него не было верик у него не было флагеллации да он молился как истинный православный верующий и терпеливо ожидал духовной помощи и после переда мрака он обретал видение божественного света который называют фавурским и явление бога матери и святых он видел в великом Новгороде где преподавал в семинарии эти видения ему являлись затем несколько раз у него были видения в Воронеже где святитель Тихон возглавлял епископскую кафедру сегодня чудотворная икона святителя помогает в моменты особенного отчаяния и уныния люди это знают да приходят к нему и молятся и просят утешения исцеления и душевного спокойствия именно у святого Тихонова таким образом состояние ночи чувств отчаяния оставленности характерны не только для католических мистиков и святых в православии хоть изредка но также встречались святые мистики которые испытывали подобные состояния но в православии действительно редко встречалось упоение страдания крайняя жертвенность и жестокое самоостязание наконец был ли Бердя в религиозном философом это вопрос если вы почитаете различные сайты богословские журналы вы увидите что Бердяева держат на расстоянии богословы с нашей с моей точки зрения нужно уточнять что Бердяев был безусловно православным религиозно мистическим философом в среде современных богословов это отрицает конечно православный священник и мистический философ Булгаков между прочим в своем труде православия подчеркивал что мистика есть воздух православия воздух православия окружающий его атмосферой хотя и различной плотности но всегда движущейся жизнь православия связана с видением миров иных и без него она просто не существует и в терминах нашего подхода мы можем определить Бердяева как религиозного мистика а точнее православного религиозно мистического философа который придавал особый смысл исследуемым им философским понятием свобода творчество персона или я дух духовность русская идея как мы уже видели для Бердяева свобода это в первую очередь явление мистическое и Бердяев писал цель моя была раскрытие мира свободы неподчиненного рационализации и необъективировано позже позже в последние годы я пришел к тому что само бытие непервично бытие непервично еще раз подчеркиваю и есть уже продукт рационализации обработки мысли то есть в сущности пришел к отрицанию антологической философии это был разрыв с антологической традицией Парменида Платона Аристотеля Фоме Аквината многих течений новой философии вплоть до Владимира Соловьева он признает что он уходит от Владимира Соловьева с его учением о всей единстве в какой-то точке это было даже ближе к индусской философии атман брахман вот эти вот понятия но такой тип мысли можно вывести из биомы опять возвращаемся из канта кстати сказать экзистенциальная философия должна была бы должна обращаю ваше внимание какой же он экзистенциалист он говорит что экзистенциальная философия должна была бы быть антиантологической а то что мы называем экзистенциализмом совершенно не относится к антиантологической философии поскольку Бердяви сходил из примата духа опираясь подчеркнем на собственный духовный опыт саму свободу он не считал бытием свобода небытие основная метафизическая идея которую я пришел писал он в результате своего философского пути и духовного опыта на котором был основан этот путь это идея примата свободы над бытием бытие есть как бы застывшая свобода статизированная свобода примат бытия над свободой приводит к детерминизму и к отрицанию свободы предпочитая биомы всем остальным мистикам Бердяев истолковал его он грунт как первичную добытийственную свободу но не в боге а вне его о своем собственном философском делании Бердяев писал так я философски мыслил всю жизнь каждый день с утра до вечера даже ночью ну и так далее значит проблематика философской мысли Бердяева как мы пытаемся доказать чрезвычайно была показательна в феномене который мы можем обозначить как феномен Анны Николаевны Шмидт ну в свое время я здесь я кстати сказать в этой книге я ее упоминаю в религиозной мистике у меня здесь разделяются виды мистики начиная с шаманской пифийской мистериальной религиозной в религиозной мистике я привожу пример Анны Николаевны Шмидт в свое время я написала о ней тоже эссе в своей книге вестники русского мистицизма и также статью в энциклопедии русская философия тоже моя статья об Анне Николаевне Шмидт так вот Анна Николаевна была скромной журналисткой из Нижнего Новгорода получила первоначальную известность благодаря своей переписке с Владимиром Сергеевичем Соловьевне то есть вот отправной путь русской мистической философии она переписывалась в последние месяцы жизни Соловьева у них была переписка они встретились один раз потом они уже не успели встретиться и Владимир Сергеевич ушел в мир иной и Анна Николаевна вот этот портрет очень редкий в интернете кстати портрет не Анны Николаевны Шмидт я сейчас переписываюсь с Нижегородской областной библиотекой они попросили у меня материалы об Анне Николаевне как так сказать своей выдающейся соотечественнице вот так вот вот это единственный портрет который еле-еле нашли а я его тоже нашла это книжка 16-го года и кстати сказать мне помог Сергей Михайлович Половинкин пусть ему так сказать будет моя благодарность на том что вот да и он мне дал книжку я смогла для своей книги сделать фотографию Анны Николаевны Шмидт значит сама Шмидт оказалась оригинальной писательницей и автором религиозно-мистических сочинений в первую очередь трактата Третий Завет именно из-за переписки с Соловьевым а Шмидт смотрите какая коллизия а Шмидт впервые узнал Георгий Чулков который занимался впервые опубликованием материалов автоматического мистического письма Владимира Сергеевича Соловьева он впервые Чулков опубликовал первые автоматические записи Соловьева потом значит о Шмидт он узнал о переписке с Соловьевым и сообщил об этом Сергею Николаевичу Булгаков Сергей Николаевич Булгаков ринулся в нижний ног начал переписываться с Анной Николаем Анной Николаем она отказалась ему давать свои письма то есть письма Соловьева к ней да были но ее письма она не отдавала но потом Сергей Николаевич какими-то путями значит нашел переписку а потом Анна Николаевна умерла ее архив перешел к ее там сотруднику по Нижегородскому лесу но я не буду погружаться в эти подробности если кому-то надо почитайте мое сайт да и вот значит и через 10 лет только в 16 году Сергей Николаевич Булгаков опубликовал записи Анны Николаевны Шмидт включая ее трактат третий завет что такое третий завет я напоминаю в Библии два завета ветхие и новые да а у Анны Николаевны уже был третий то есть то что после апокалипсиса понимаете вот ну то есть очень неоднозначное сочинение не буду так сказать погружаться но Булгаков заинтересовался да и вместе с Флоренским они значит обработали все эти материалы и опубликовали в 16 году к публикации также был привлечен Николай Александрович Бердяев который написал одно из предисловий к этой книге при этом Булгаков сохранил свою анонимность когда опубликовал эту книгу и Лосев Алексей Федорович заметил по этому поводу да что Булгаков видимо опасался близости к неортодоксальной мистики Анны Николаевны Шмидт но Булгаков будучи сотрудником журнала путь тем не менее опубликовал книгу Шмидт не только анонимно но за свои средства там прилично значит и он писал что мы имеем о рукописях Шмидт что мы имеем не только интереснейший человеческий документ историю души совершенно исключительную по своей судьбе не только сокровенную страницу интимной биографии Соловьева но и первостепенной важности мистический трактат который смело выдержит сравнение с произведениями первоклассных европейских мистиков каковы Беоме Пордич Сведенбург и другие мистика Шмидт настолько содержательна и богата что та или иная оценка ее может стать лишь делом продолжительного и углубленного исследования как и Булгаков Бердяев также высоко оценил произведение Шмидт Третий Завет в своей статье повесть о небесном роде предпосланной книге Шмидт как одно из предисловий Бердяев писал без всякого привлечения можно сказать что книга Шмидт будет признана одним из самых замечательных явлений мировой мистической литературы опять Беоме опять Сведенбург Сен-Мартен и другие мистики классики ну я не буду анализировать что там так сказать его привлекло он обратил внимание на то что это женская мистика специфическая да и он писал среди женщин мистичек Шмидт будет принадлежать одно из первых мест наряду смотрите с Анжелой из Фолинья о которой произведение о которой как мы знаем переводил Корсавин Лев Платоныч и о которой он писал впервые Святой Терезы о которой писал Мережковский Дмитрий Сергеевич да и Мадам Гейон о которой писали ну многие французские известные мистички но тип мистики Шмидт писал Николай Александрович гностически познавательный близкий она была ему близка именно через Беома да и в этом она единственная совершенно своеобразная русская конкретная апокалиптическая выводы итак мы можем утверждать что Бердяев один из представителей оригинального направления русской мистической философии вкратце его вклад можно охарактеризовать так первое подчеркнутый отход от традиций древнегреческой философии в определении истоков мистики мистического опыта духовная опора не на древнегреческую религиозно-мистическую мистеральную традицию а на немецкую мистику в первую очередь Беме и Майстера Экхарта второе антропологический поворот в рассмотрении сущности мистики исходя из ключевого определения мистика это преодоление дварности утверждения человека как духовного существа третье несмотря на подчеркивание кардинального значения личного мистического опыта отрицания индивидуалистического характера мистики четвертое признание всеобщности основных черт мистического опыта безнациональных конфессиональных исторических и прочих различий но при этом подчеркивание особости трактовки мистики в русле христианской конкретно православной религии выявление коренного различия между православной и католической мистикой в православии это мистика любви обожения а в католичестве мистика страдания и подражания Христу шестое Бердяев подчеркивал взаимность встречность мистического притяжения человека и Бога более того необходимость для Бога мистической устремленности человека седьмое философское исследование понятия и термина дух выявление различных типов духовности и мистики наконец восьмое раскрытие основных понятий философии Бердяева свобода и творчества как феноменов в первую очередь мистических ну я надеюсь что в каких-то моментах я вам так сказать открыла Бердяева может быть с какой-то необычной неожиданной стороны я уверена что не все мои тезисы так сказать пришлись по душе может быть кому-то но это есть повод обратиться опять к классическим произведениям Николая Александровича Бердяева и по-новому незамыленным взглядом посмотреть на то что человек писал особенно в конце жизни в самопознании в духе реальности когда он уже все переосмыслил ему хотелось это все излить в философских своих произведениях я напоминаю что он умер за письменным столом спасибо за внимание если есть вопросы я постараюсь да конечно спасибо большое спасибо